Добрый день, уважаемые коллеги. Расскажу про особенности обследования пациентов с заболеваниями яичек на амбулаторном этапе. По статистике Всемирной организации взрывхонения за 2018 год в России выявлено 1482 случая онкологического заболевания яичек. Это является 28-м показателем среди всех выявленных онкологических заболеваний в России. А смертность составила 333 пациента, это 32-й показатель среди смертности среди всех онкологических пациентов. В мире по данным Всемирной организации здравоохранения выявлено 70 на 1105 таких случаев и также является 28-м показателем. Смертность составила 9507 от общего количества смертности всех от онкологических заболеваний. Вроде бы не первые места, но по статистике злокачественная опухоль яичка является вторым в мире онкологическим заболеванием среди мужчин до 40 лет. Это говорит о том, что действительно выраженная распространенность и только сейчас на данный момент, имея действительно понимание ситуации, понимание обследования пациентов, мы получаем такую статистику, что гермногенопухоли мы сможем с ними бороться и вовремя выявлять. Выявлено три пика, связанные с возникновением рака яичка. Это у мальчиков до 10 лет, у молодых мужчин от 20 до 40 и у пожилых людей старше 60 лет. С какими проблемами обращаются пациенты на амбулаторный прием самостоятельно впервые? Зачастую это самостоятельно пациент нащупал какое-то образование в яичке. При активной половой жизни отметил, например, примесь крови в сперме, на боли в области яичка либо мошонки, на продолжающейся, не подающейся антибактериальной терапии орхоэпидидимиты. Если говорить про негерминогенные опухоли яички, возможно развитие дисгормональных проявлений. При этих новообразованиях в 7-36% случаев отмечается гинекомастия обусловленной выработкой значительного количества ХГЧ. Кроме того, у взрослых возможно снижение либидо, появление импотенции, феминизации, изменение оболосенения на лобке, мутации голоса и так далее. Крайне редко на прием к онкоурологу в онкодиспансер обращаются уже выявленные либо обследованные пациенты. К сожалению, их очень мало. Зачастую обращаются ранее по пунктам, либо самостоятельно, либо по каким-то другим симптомам. Факторами риска развития онкологических заболеваний яичек являются крипторхизм в анамнезе, синдром Кленфельтера, родственная связь с больным раком яичка первой степени, например, это либо отец, либо брат, ну или наличие опухоли контрлатерального яичка, ранее пролеченного. И всегда надо понимать о том, что при подозрении, лишь малейшем подозрении на онкологическое заболевание, пациенту должен даваться зеленый свет на все, на обследование и быструю госпитализацию. Потому что здесь действительно роль играет время, дни, которых можно пожалеть. Должно быть все очень быстро. То есть пациент должен в кратчайшие сроки, то есть при первом же обращении, в этот же день должны быть сданы анализы на онкомаркеры яичка. Именно альфа-фетопротеин, ХГЧ и ЛДГ. Также пациенту необходимо выполнить УЗИ органов мошонки с эластографией. Раньше выполнялось просто лидер рукового исследования, но на данный момент при выполнении УЗИ мошонки с эластографией мы получаем куда более четкую и интересную картину. И зачастую именно УЗИ нам даже помогает дифференцировать онкологическое заболевание, не имея четкой картины по данным магнитно-резонансной томографии. Выполнение компьютерной томографии грудной клетки брюшной полости органов малого таза для того, чтобы исключить, либо подтвердить наличие метастатических лимфатических узлов, либо наличие метастазов в других органах. Если пациент при обращении начинает отмечать, что у него появляется боль, вне зависимости от возраста, в позвоночнике, в тазобедренных суставах, в ребрах или так далее, необходимо выполнить остеосцинтиграфию. И при наличии метастатического поражения в легких и высоких показателях ГЧ необходимо выполнять МРТ головного мозга, потому что в этих ситуациях крайне высокая вероятность наличия уже метастатического поражения головного мозга. Перед началом лечения, опять же, это ложится на плечи амбулаторного онкоуролога, ложится вопрос для обсуждения у криоконсервации спермы. Потому что в дальнейшем после лечения, после оперативного лечения, назначения химиотерапии, большинство пациентов теряют свою фертильность. И потом, естественно, большинство из них жалеют о том, что вовремя не была произведена криоконсервация по причине того, что либо им было уделено достаточное внимание этому моменту, либо они пропустили этот аспект, либо врач вообще про это не сказал. Конечно, в перспективе данные пациенты зачастую не могут иметь детей, и для большинства это большая проблема. Поэтому поликлиническим урологам и онкологам обязательно перед началом лечения необходимо рекомендовать, может быть, даже настоять на криоконсервации спермы, чтобы в перспективе не возникло каких-то таких проблем. После обследования пациента мы не имеем гистологии, и мы не имеем четкого верифицированного диагноза по поводу яичка. Пациент отправляется на госпитализацию с предполагаемым диагнозом образования яичка, где ему выполняется оперативное лечение в объеме орфониклоктомии с последующими гистологическими исследованиями и верификацией образования, ну и последующей химиотерапией. После того, как пациент получил основное лечение, опять же, необходимо, наверное, еще на долгоспитальном этапе, ну или после, контролировать то, чтобы пациент не потерялся. Потому что очень часто они считают, что все замечательно, меня прооперируют, выполнена химиотерапия, я здоров, у меня все замечательно, потому что я прочитал в интернете, что на ранних степенях и стадиях при адекватном лечении у меня хороший прогноз и уходят. Но, к сожалению, у многих появляются рецидивы, и для того, чтобы не упустить пациента, и чтобы он к вам не пришел уже с выраженным метастатическим процессом, этих пациентов необходимо наблюдать, наблюдать довольно-таки серьезно. Например, по рекомендациям НССН, американским рекомендациями, нашим российским, вот в этой таблице я указал, как необходимо наблюдать пациентов в первые 5, а то и, может быть, и 10 лет после основного лечения для того, чтобы исключить вероятность рецидива на ра вот этих вот этапах. То есть первый год осмотр пациента производится раз в 3 месяца, в последующем производится раз в полгода. Онкомаркеры в первый год сдаются, вне зависимости от того, что, может быть, ранее были они в норме, все равно онкомаркеры, ХГЧ, ЛДГ, альфит, протеин сдаются раз в 3 месяца. Компьютерную томографию грудной клетки и брюшной полости с малым тазом выполняется трижды в год. Первый год, потом по дважды в год. УЗИ мошонки с эластографией. Тоже не надо забывать об этом исследовании, но очень информативно в этой совершившейся ситуации. Первый год выполняется каждые 3 месяца, потом дважды в год. После 5 лет наблюдения, мы опять же, вот у нас в институте, рекомендуем пациентам продолжить наблюдение. Потому что бывает всякое, и спустя 10 лет мы можем получить рецидив или еще что-то. Действительно проще дважды в год появиться в онкодиспансерии. И к нам в институт приезжают для того, чтобы дважды в год просто пройти обследование и со спокойной души ехать домой, нежели потом получить куда более худшую картину. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.